Всем привет! Сегодня нормальная погода для установки хоть одного окна. Может два установлю, посмотрим. Так что сейчас можно будет поставить. Да, щели там есть, конечно, большие. Весь этот поролончик, он особо ничего не помогает, к сожалению. Но это я буду посмотреть потом, что с этим делать. Сейчас как бы это окно может просто лежать сверху. Его даже прикручивать не надо. Его не поднимет ни ветром, ни чем. Так что от дождя я уже защищен. Ну а дальше буду думать. То есть заменить поролон на более толстый и более мягкий. Это как вариант. Либо то, что сейчас холодно. И он не может так вот плотно прилечь. Ну то есть щель здесь, как видим, местами довольно-таки приличная. И вот эта резинка, она не плотно прилегла к раме. Ну и рама еще сама тоже не яхтированная. С такими выпуклостями. Вот такие дела, да. Вот тут вот какая щеляка. Ну в общем посмотрим. Сегодня у нас последний день без дождя. И я вот заканчиваю с этими окнами. Использую совсем другой уже поролон, который более мягче. Как видите, при легком нажатии он сразу же проваливается. И они вот говорят, что он расширяется почти до одного дюйма. То есть потом, когда я окно поставлю, оно хорошо так его вдавит. Надеюсь. Ну а вот этот, что я здесь поставил, конечно, я буду это окно поднимать. И вот эту резину вынимать. Она очень плотная. И не предназначена вот для этих окон. То, что я сейчас ставлю, предназначено в основном для крыш. Это для того, чтобы укладывать стальные листы поверху и изолировать там, где это нужно. Вот так эта вещь называется. Длина ее 13 фит, то есть 4 метра. И ширина 1 дюйм 25 миллиметров. Сдавливается она до 1 четвертой, то есть 6 миллиметров 25 в этом промежутке она будет играть. Не сжимается, не высыхает. Против всяких комаров, мушек, букашек. Звук изолирует, температуру изолирует. В общем, все делает. Стоит всего 8 долларов, 7 с копейками. И вот они рисуют, что это в основном все для крыш. Ну даже он где-то на стенах. Ну и то есть, если стены стальные. Потому что тут предназначено для металлических крыш. Вот от такого рулона мне хватило на один вот этот скайлайт, на одно окно. И вот все, что осталось. Буквально сантиметров 20. Такой вот остаточек. Смотрится она тонко в рулоне. Когда они сматывают, она сдавливается. Но потом со временем, в течение часа, двух, она начинает расширяться. И вот здесь, как мы видим, вот эту я постелил позже. Она еще не успела расшириться. А вот эта была первая. И вот она довольно-таки широко уже успела расшириться. Как видите, выше, чем палец. То есть, действительно, здесь вот 1 дюйм 25 миллиметров. Я думаю, это очень хорошо. Так что, вот такие дела. Эти два окна я переделаю. И встану тоже вот на такую вот поролоновую резиночку. Сейчас я его открою. Вы посмотрите, как он смотрится. Камеру я не ставил наверх, чтобы не играться с ней. Вот такой вот рулончик. И как только вы его разматываете, он начинает постепенно расширяться. Одной рукой неудобно, прошу прощения. Давай. И вот такая у него защитная прозрачная пленочка. Эть. Вы ее снимаете. И лепите. Лепите, лепите, лепите. Очень липучая вещь. Если кто будет пользоваться, советую очень точно сразу прилеплять. Потом оторвать невозможно. Если будет отрываться, то уже прямо с клейкой вот этой основой. Так что сразу четко, посерединке ставьте, чтобы не было потом потребности переустановки. Вот сюда, кстати, я срезал пополам. Я взял вот эту ленту и просто ее разрезал ножницами пополам. И она стала уже. Так что вот сюда мне тоже нужно будет взять одну и разрезать ее пополам. Потому что здесь меньше, чем дюйм. Три четвертых. Но мне вот как раз вот этой дюймовой пополам получается полдюйма. Вот эти два окна уже помыты. И мне их нужно переустанавливать. Я их просто сейчас оба перенесу туда, где уже готовый вот этот поролон. И поставлю на то место. Ну, а вот это дело нужно будет снимать. Вот здесь совсем-совсем не подошло, к сожалению. Нет, для этих оно дел. Ну и отлипает, как видите, она без особых таких усилий. Пошла, пошла, пошла. И прямо в мусор. Хранить ее для чего-то я не собираюсь. Может храниться вечно и никогда не пригодится. Не сомнился, что я не собираюсь. Продолжение следует... 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 Ну, единственное, вот здесь по бокам, еще я не поставил такие края, это уж как вот опять распогодится, залезу, там надо будет выгибать немножко крышу края, подгибать, и такое дело. Ну и вот этот водосток по краю, я пока тоже ничего не буду ставить, зимой оно так и будет стоять, ну и водосток, я пока не буду ничего делать, вот так он будет стоять, просто скапывать на края. На стену эти струйки не попадают, они мимо все бегут. Да, ребятки, ну вот наконец-то я справился с этой задачей оконной, потолочной. Теперь можно все дожди переживать спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok